Фундамент воздвигнули стены. Знаешь, если не будет крыша, пойдет дождь, пойдет снег, и все это просто разрушится. Нам нужна крыша. Что такое крыша? Крыша – это любовь, которая все покрывает. Это плод Святого Духа. Галатам 5, 22. Это характер христианина. Это характер христианина, который передает ему Христос. И в этом характере любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – вот она, крыша. Это то, чего нам не хватает в нашей жизни. Друзья мои, любовь, она покрывает все. Любовь, она покрывает все. Без этой крыши грош – цена твоему внутреннему храму. Расскажу одну историю. Я был в Германии в том году и беседовал с одним старым немцем. Знаете, что интересно? Он ходил в лютеранскую церковь, а эта церковь была, нужно было ехать от его дома очень далеко. А рядом была наша церковь. Наши немцы, которые переехали, ну вот она рядом, прямо вот метров сто от его дома. Я говорю, отец, а почему вы не ходите, вот церковь же близко? Зачем вам пару часов ехать на машине туда и обратно? Он говорит, сынок, знаешь, я хожу в лютеранскую церковь. Как вы называете церковь? Мертвая, да, там нет живых. Ну знаешь, этой церкви у нас уже больше трехсот лет. Туда ходил мой прадед, дед, отец. Сейчас я хожу, дети мои будут ходить, внуки. Вот мы собираемся, мы друг другу улыбнулись, пожали руки, обнялись. Знаешь, попели песни, помолились Богу и разошлись. И все у нас нормально, хорошо. Вот 20 лет назад к нам в Германию приехали вы, переселенцы. Приехали вы, люди, знающие живого Бога, горящие любовью. Вы дружно построили красивую большую церковь. Мы смотрели и думали, господи, есть чему поучиться. Смотри, как они быстро все дружно делают. Ну вот прошло два года, я уже почти хотел к вам в церковь прийти. И вдруг я узнаю, у вас в церкви разделение. Вы разругались, и теперь у вас стало две церкви. А через год в обоих церквях поругались, и у вас потом стало четыре церкви. И вот сегодня в нашем маленьком городке у вас восемь церквей. И что интересно, на всех написано, Бог есть любовь, и все друг друга ненавидят, и друг с другом не разговаривают. Поэтому лучше я поеду в мою мертвую, лютеранскую. Я говорю, отец, я бы на твоем месте сделал то же самое. Друзья, если Бог есть любовь, если в твоем сердце живет Бог, а эту любовь никто не видит, пересмотри свое покаяние. И есть ли вообще возрождение? Мы же понимаем, что смысл христианства в любви, ну, великая заповедь. Иисус сказал, самое главное в одном слове, возлюби. Возлюби Бога и людей все, что от тебя надо. Возлюби Бога и людей, и ты все исполнил. Мы пытаемся делать все. Ну, у вас возлюби как-то не доходит. И обычная жалоба. У вас любви нету. Я к вам не пойду, у вас любви нету. Я говорю, друг мой, а где написано в Писании, что тебя должны любить? Покажи мне одно место. Написано, ты должен любить. Научи нас любить, слушай, приходи к нам. Второе. Я к вам не пойду, у вас одни лицемеры. Я говорю, тем более идея одним больше будет. Идем. Ну, любовь. Друзья, вы знаете, ведь великая заповедь в одном слове. Запишите эту фразу. На всю жизнь ее запомните. Любовь – это отношение. Любовь – это не слова. Это не первая Коринфянам 13 глава, выученная наизусть. Это даже не столько дела, потому что многие дела мы делаем из любви к себе. Любовь – это отношение. А отношение, оно или есть, или его нету. Так же? Вот у тебя есть сосед, брат в церкви, и у тебя с ним отношения или есть, или их нету. И если отношения есть, не надо говорить, что я тебя люблю. Если отношений нету, тоже говорить не надо. Без слов понятно. То есть наше отношение, оно красноречивее всех наших слов. И более того, против нашего желания, наше отношение автоматически самовыражается. Ну вот как шило в мешке, его же не утаишь. Если ты меня не любишь, как будто и не улыбался, однажды все равно это шило вылезет, слушай. Вот представь, ты заходишь в комнату, а там тебя не любят. И все, ой, брат, пришел, проходи. А ты понимаешь, в холодильник попал. Ну не любят меня здесь. Хоть все улыбаются и говорят, любим. А бывает, пришел домой. Тишина. Никто тебе ничего не говорит, а ты с порога понял, о, меня здесь любят. Знаешь, атмосфера отношения. Его не спрячешь. Его словами не заменишь. Любовь – это отношения. И вот твоя любовь к Богу – это твои отношения с Богом, о которых мы говорили про фундамент. И не говори, я люблю Бога, если ты в день больше пяти минут для Него не находишь. Странная любовь. Может, привычка. Может, то, что осталось от любви. Но когда любовь… Вспомните, вот молодежь сидит, старшее поколение, вспомните свою первую любовь. Слушай, и вот ты работаешь на работе, а ты знаешь, она там, и ты занят. И вдруг у тебя час перерыв. Ты кушать идешь? Нет. Ты бегом туда мчишься. Привет, это я. Как дела? Все хорошо? А, я тебя люблю. И бегом на работу побежал. Ладно голодный, но увидел, что ты сказал. Вот она любовь, вот отношения. И с Богом, если любовь, она будет так же. Малейшая возможность, ты бежишь к Нему. Ну, Господь, я тебя люблю, это я. У меня есть время. Любовь к людям – это любовь к Богу. Если у тебя отношения в проблеме с людьми, если у тебя проблемы по горизонтали, причину ищи по вертикали. Если у тебя постоянно конфликты с людьми, причина – у тебя проблема в отношениях с Богом. Срочно покайся, наведи с Ним правильные отношения, и с людьми отношения выровняются. Всегда так. Всегда так. Наша горизонталь зависит от вертикали. Кто говорит, я Бога люблю, а ближнего своего нет, тот – лжец. 1 Иоанна 4, 20. А лжецы Царствие Божие не наследуют. Поэтому дай-то Господь, чтобы у нас была надежная крыша, чтобы мы умели любить. Но что означает любить? Любить – это значит прощать. Друзья, я пытаюсь везде на эту тему говорить. Почему? Потому что я замечаю, что сегодня у нас непрощение стало сплошь и рядом. Я знаю людей в одной церкви, которые годами даже не приветствуются. Когда-то у них был конфликт лет пять назад, и они друг друга не могут простить. Но это ничего еще. Знаешь, что самое страшное? Они со спокойной совестью вечерю принимают обои. Да. Нет, у мира они спокойно прикасаются к святыне Господней. И когда говоришь, друг, постой, ну ты что делаешь? Знаешь, он говорит, а у меня к нему проблем нету. Нет. Подходишь ко второму, он говорит, а у меня к нему проблем нету. Странное дело, да? У них друг к другу проблемы нету, а у нас проблема, что у них проблемы нету. Люди не умеют прощать. Кто не умеет прощать, тот вообще не прошел школу любви. Даже это первый класс школы любви. Научиться прощать. Любовь начинается отсюда. С умения прощать. Простить – это забыть раз и навсегда, как будто этого никогда не было. Ладно, простить. Нам нужно научиться просить прощения. Гордые люди никогда не скажут «прости меня». Да ты что? Ему гордость не позволяет. Он умрет, он никогда не скажет «прости меня». Гордец. Гордые люди не прощают, а не помнят всю жизнь. Но у гордых людей есть противник, которого зовут Бог, потому что он гордым противится. Как трудно идти против рожна. Как трудно противиться Богу. И эти гордые люди удивляются, почему у них в жизни все не так. Друзья, у гордости есть два вида. Есть внешнее выражение гордости, которое проявляется в непрощении, а есть внутреннее выражение гордости, которое называется «обида». Это обычно у сестер. Обидчивая сестра. И знаете, что интересно? Она считает себя кроткой. Просто ее все обижают. Обида – это гордость. Меня обидели. Меня обидели. Меня как посмели. Слушай, меня обидели. Друзья, это разве не гордость? И поэтому обидчивые и непрощающие и непросящие прощения, знаете, у вас в сердце крючок дьявола. Дьявол держит на крючке всех, у кого есть обида и у кого есть непрощение. И ты должен простить этих людей прежде всего ради своего мира. Вот смотри, допустим, ты с ним поругался. Знаешь, что интересно? Он спокойно спит, он про это забыл, а ты ночами не спишь. Интересно, да? Ему это все равно, а ты ночами не спишь. Поэтому лучший вариант – просто простить. Ты скажешь, ну как это? Я прав, и я буду прощать? А если он прощения не попросил? Ну если он гордец, ты будь кротким. Я всегда эту историю рассказываю. Мне она так нравится. Знаете, я люблю говорить такие слова, чтобы люди их вспоминали всю жизнь. Не просто вот прошла пропасть и через час ты забыл, чтобы ты всю жизнь помнил. И вот эта иллюстрация. Таджикистан. У нас 92% территории горы. И у нас Памир. На горах есть такие узкие тропы, там такие пропасти, что человек не пройдет. Но там проходят горные бараны, гордые архары. У них такие рога. И чем круче рога, тем он гордее. И вот на узкой тропинке, на очень узкой, над пропастью, встретились два барана. Скажите, чем кончится дело? Смертью умрут оба. А знаешь почему? Любимое выражение, послушай. Потому что один баран никогда не уступит второму барану. Потому что они два барана. Но если один из двух баранов овца, они остаются жить. Знаешь как? Овца ложится на живот и позволяет барану пройти по себе. Ты скажешь, а гордость? А дело в том, что у овцы-то гордости и нету. Потому что овца знает, сильные должны сносить немощи бессильных. А гордецы это слабаки. Это люди, у которых еще я не умерла и места Христу нету. А смиренные и кроткие, у них я умерла, у них Христос. И как он прощал, так и они прощают. И вот все мы, верующие христиане, называем себя овцы Христа. И очень часто ведем себя как бараны. Поэтому давайте не просто называться, давайте быть овцами. Аминь. Нам так нужно научиться любить. Нам так нужно научиться прощать. Нам так нужно научиться перестать обижаться. Но самое главное, научись просить прощения. Я мотивирую вас. Если у тебя здесь в зале с кем-то конфликт, ради Иисуса Христа я тебя прошу. Не уходи сегодня в собрание, не примирившись. Если ты сильный, подойди, попроси прощения. И прости. Ради Иисуса Христа. Почему ради Иисуса? Послушай, во мне живет Иисус, в тебе живет Иисус. И если у нас конфликт, я прощаю тебя только ради Иисуса, живущего в тебе. Вот так вот я подхожу к этому. Я обязан только ради Иисуса, живущего в тебе, простить тебя. И ты обязан. По отношению ко мне так же. Нам нужно научиться прощать. Простить – это забыть раз и навсегда. Жили-были дед и бабка. Ели кашу с молоком. У бабки не было зубов. И она чавкала. И на этой почве постоянно у них были скандалы. И вот они снова ужинают. Бабушка опять случайно чавкнула. Дед в раздражении кулаком по столу, ложкой в лоб и закатил скандал. Бабушка говорит, старый Христа ради, прости, больше никогда не буду чавкать. Он говорит, ты врешь, ты будешь снова. Она говорит, пожалуйста, прости, никогда не буду. Не верю. Последний раз в жизни, прости, не буду чавкать. Последний раз, да, прощаю. Все, все. Идет дальше. Дед раз на нее смотрит, а она не чавкает. Странно. Дальше идет. Раз на нее снова не чавкает, и он ей снова ложкой в лоб. Она говорит, а сейчас за что? Он говорит, а я как вспомню, как ты чавкала меня, аж с его трясет. Это мы, Господи. Я прощаю тебя, брат, но как вспомню, что ты мне сказал в 2001-м, не подходи ко мне. Ну, сестры, не нежнее. Прощаю тебя, сестра. У нас ничего общего не будет. Друзья, научитесь прощать других. Научитесь принимать других людей. Вы знаете, плод Святого Духа – это твой характер. А характер – это результат работы Бога в тебе. Твой характер – это результат фундамента, потому что там Бог тебя меняет. Очень часто слышишь, ой, у меня такой характер, оставьте его в покое. Характер плохой. Стыдно. Стыдно, когда у христианина плохой характер. Стыдно, потому что с Богом не общается. Кто с Иисусом встречается, кто смотрит в глаза Христа, обязательно меняется. Но кто встречается со стеной или с потолком, будет такой же, как стена. Поэтому встречайтесь в молитвах с Господу. Позвольте Богу менять нас. Твой характер – это результат работы Бога в тебе и твоей жизни. Ну, позволь Богу сделать из себя человека с хорошим характером. Я всегда молюсь так, Дух Святой, вот в сердце, на моем дереве веры, ты взрасти, твой плод. Взрасти, твой плод, Дух Святой, на дереве веры в моем сердце. Я хочу быть похожим на Христа. Я знаю, мне далеко до совершенства, но я хочу каждый день, ну, хоть чуть-чуть, ну, хоть чуточку более похожим. Чтобы после каждого собрания выйти, ну, другим, Господи. Выйти маленько мудрее, выйти сильнее, выйти милосерднее, выйти чище, выйти святее, выйти с новым посвящением. После каждого собрания, Господь. Знаете, характер – это результат работы Бога в тебе. Еще одно. Характер – это совокупность твоих привычек. Каких у тебя больше привычек, такой у тебя и характер. Привычки бывают разные. Есть хорошие, есть плохие. Не обязательно грешные, но они плохие. Например, у одного человека есть привычка встать, вот ему надо на работу в восемь, вот он встает в пять, чтобы до семи помолиться, а с семи до восьми приготовиться позавтракать и пойти на работу. Хорошая привычка. У другого привычка спать до полвосьмого, потом быстро вскочить, зажевал бутерброд, помчался на работу. Тоже привычка. Знаешь, она вроде бы негрешная, но одна хорошая, одна плохая. И вот твой характер в зависимости от этих привычек. У кого-то привычка открыть Библию, поразмышлять, помолиться. У кого-то привычка иногда по настроению. И та хорошая, и это не очень. Но все дело, это влияет на твой характер. Друзья мои, сейчас очень внимательно смотрите на экран. «Я твой постоянный спутник, я твой величайший помощник или тяжелейшее бремя. Я буду толкать тебя вверх или тащить вниз к неудаче. Я всецело в твоей власти. Половину того, что ты делаешь, ты мог бы переложить на меня, а я смогу сделать это быстро и правильно. Мною легко управлять. Ты должен лишь проявлять по отношению ко мне твердость, в точности показывать мне, как ты хочешь, чтобы это было сделано. И после нескольких уроков я буду делать это автоматически. Я слуга всех великих людей, но также и всех неудачников. Я делаю великих великими, и я же делаю неудачников неудачниками. Я не машина, хотя и работаю с точностью автомата плюс интеллект, ум человека. Ты можешь управлять мною, чтобы получать прибыль или разориться, а для меня это не имеет никакого значения. Возьми меня, обучи, будь тверд со мною, и я положу к твоим ногам весь мир». «А если будешь относиться ко мне беспечно, я тебя сокрушу». «Так кто же я?» «Привычка». Поэтому привычка – это очень серьезная вещь. Она или сделает тебя великим, или неудачником. Она или вознесет тебя, или опустит вниз. «Привычка» – это то, что ты сделал несколько раз, а потом это будет автоматически. У людей есть привычка молиться. Почему? Потому что сначала они в течение полгода заставляли себя вставать, заставляли, заставляли, боролись с ленью, с похотью, а потом это становится нормально, автоматически. Я всегда говорю, маленькие дети вот такие, они не любят чистить зубы, их надо учить, надо стоять рядом, надо контролировать. Но когда ребенок вырос, он автоматически заходит в ванну с утра и чистит зубы. Младенцы во Христе, христиане, они молиться, не любят их, надо контролировать, надо заставлять, надо мотивировать. Взрослый христианин с утра встал, автоматически, привычка хорошая, идти искать лица Божьего, чтобы зарядить свой сотовый телефон и весь день быть на связи с небом, чтобы не ходить с телефоном, который не заряжен. Привычка. Пусть Господь благословит вас пересмотреть ваши привычки. Пусть Бог благословит тебя, не успокоится. У тебя привычка людей прощать или привычка не прощать? У тебя привычка любить или привычка роптать, клеветать и все такое? 95% всего, о чем вы думаете и что чувствуете, является следствием привычки автоматизма, который определен вашим прошлым поведением и опытом. Повторяю, 95% всего, о чем вы думаете и что чувствуется, является следствием привычки автоматизма. И они определены вашим прошлым поведением Как важно контролировать себя, как важно не мешать Богу работать в тебе. Вы знаете, Бог предопределил нас быть похожими на Иисуса. И вот Галатам 5.22, оно делает нас похожими на него, его характер. Что такое мужчина, парни, особенно вам? Муж-чин. Это муж, который соблюдает чин, который не потерял этот чин, это достоинство. И муж, который соблюдает свой чин, похож на Иисуса. Чем больше парень похож на Иисуса, тем больше в нем мужчины. Чем меньше похож на Иисуса, тем больше в нем от самца. Жестко, но это истина. Идеал мужчины – Господь Иисус Христос. Аминь. И мы должны к этому стремиться. Хорошо. Итак, мы построили стену.